Почему у нас все так дорого? Потому что дешевого товара не бывает. Почему мы покупаем за сотни долларов ту вещь, которая на самом деле стоит не больше десяти? Знаю, как купить то же самое в два раза дешевле. Почему мы переплачиваем за одежду, еду и технику? Это закон вообще экономики, да, так сказать? Все оплачивает потребитель. И как на распродажах нас заставляют покупать совершенно ненужные вещи? Вот одно яйцо сейчас стоит 35 рублей, а я на акцию взял целую упаковку бесплатно. Это не ценовая политика. Это настоящая ценовая война. Я упал и уже на секунду даже потерял сознание. Кто диктует цены? Почему с нас дерут втридорого? И где купить товар за его настоящую цену? Супер, гипер, мегамаркеты. 70% всех магазинов страны – это торговые сети. Они каждый день устраивают распродажу еды. Сосиски по красной цене. Селедка со скидкой 30%. Кефир за полцены. На таких покупках действительно можно сэкономить. Но можно ли есть уцененную еду? Мы решили это проверить. Мы объехали 5 самых крупных торговых сетей. И скупили там весь товар, который в этот день продавался со скидкой. Магазин «Пятерочка». Здесь мы покупаем замороженные куриные окрачка, пиццу «Полуфабрикат», слабосоленую форель и вареную колбасу. Магазин «Копейка». Берем два вида сосисок, целого цыпленка, творог, йогурт и селедку. В супермаркете «Магнит» покупаем йогурт, колбасу и сельдь в масле. Гипермаркет «Ашан» продал нам со скидкой свежего толстолобика, крем посредиземноморский, салат «Мимоза», куриное бедро и молочные сосиски. А магазин «Дешево» – колбасу краковскую, курицу, селедку и упаковку сметаны. Продукты со скидкой мы герметично упаковываем в пакеты, укладываем в сумку-холодильник и отвозим в лабораторию. Эксперты проверят, что из этих дешевых продуктов можно есть, а что придется выбросить на помойку. Результаты через 15 минут. Почему магазины ставят на товары такие низкие цены? Неужели они работают себе в убыток? Давайте разберемся, сколько на самом деле стоит еда. Вот этот десяток красивого яйца стоит 22 рубля. Плюс упаковать не менее красивую коробочку стоит еще 3 рубля. Итого на сегодняшний день такая красивая коробочка в розницу идет по 25 рублей. 25 рублей. Столько стоит десяток самых отборных яиц с учетом упаковки и доставки. Это цена при поступлении в магазин. А вот те же самые яйца уже на прилавке. Цена 54 рубля. В два раза дороже. Я хочу понять, чем они по цене. Если они разные по цене, чем они тогда в реальности? Разная категория, разный поставщик. Ну хорошо, у вас и яйца одной категории, тоже с разной ценой. А разные поставщики, извините меня. Разные поставщики. Он возьмет, которые по 56 рублей. Половину стоимости мы переплачиваем практически за все. Даже за хлеб. Вот этот батон в магазине продают за 20 рублей. В первую очередь на батон расходуются сырье и упаковочные материалы. Это примерно 6 рублей. Заработная плата стоимости батона составляет примерно рубль 20. Общезаводские, общепроизводственные расходы, которые включают в себя транспортно-заподовительные расходы, расходы на топливо, электроэнергию. 4 рубля 20 копеек. Плюс к себестоимости продукции для определения отпускной цены прибавляется прибыль. В данном случае прибыль от батонов составляет 60 копеек на штуку. А теперь посмотрим, какая часть остается торговой организации. Получается, что на каждом батоне хлеба магазин зарабатывает минимум 8 рублей. Какая бы экономическая ситуация ни была, все-таки будем платить больше, чем могли бы заплатить за этот товар. И, к слову сказать, что во всем мире достаточно активно сейчас развиваются меры по регулированию как раз этих отношений. То есть Еврокомиссия на основе вот этого анализа сейчас формирует целый перечень и круг предложений. Как бы они видели вот это регулирование вот этих отношений, как их сделать более прозрачными. Это самая крупная овощная база Москвы. Настоящая закрома родины. Запас картошки, лука, моркови и капусты на всю зиму. Самая хорошая картошка, уже сертифицированная, отсортированная и упакованная, стоит здесь 10 рублей за килограмм. 10 рублей у нас цена вместе с доставкой. Я не могу говорить полностью коммерческую тайну, но приблизительно 10 процентов, которые зарабатывает оптовое звено. На мой взгляд, может он субъективный, все-таки основная наценка на продукт происходит непосредственно в рознице, на прилавках. На прилавках магазинов эта картошка дорожает как минимум в два раза. Ее продают за 20, 30 или даже 60 рублей за килограмм. Мы решили разобраться, почему товары в магазинах вдвое дороже, чем у производителя. Может быть, есть какие-то объективные причины? Например, высокая арендная плата, налоги, большой штат сотрудников. Мы обратились к руководству 10 крупнейших торговых сетей России и попросили их рассказать, из чего складывается цена товара на прилавке и сколько из этого достается магазину. Но 9 из 10 магазинов отказались обсуждать ценообразование. Оказалось, что это коммерческая тайна. О ценах согласилось говорить только руководство сети супермаркетов «Спар Ритейл». Коммерческий директор Игорь Лукашкин утверждает, высокие наценки в супермаркетах – миф. Средняя наценка на еду – 10%, а на товар ежедневного спроса – и того меньше. По товарам, прежде всего, социальным, таким, как хлеб, как молоко, мы стараемся, естественно, держать в два раза меньше наценки, то есть на уровне 5%. Мы обошли все прилавки с хлебом и молоком, но нигде не нашли 5% наценку. Смотрите сами. Вот эти булочки продаются в магазине «Спар» за 16 рублей. Сюда их поставляет хлебозавод номер 28. Звоним на хлебозавод и узнаем отпускную цену булок. Улыбка с яблочной начинкой – 11 рублей 85 копеек. Наценка на булочки составляет совсем не 5%, а почти 30. Сколько будет стоить товар? 3 рубля или 3 тысячи? Это решает только продавец. Он имеет полное право написать на ценнике любую цифру, которую захочет. В России не существует максимально допустимой торговой наценки. Важно понимать, что у нас на продукты питания, на одежду, на бытовую технику цены не регулируются. В США и во многих странах Европы продавцы берут цены не с потолка. По их законам наценка на жизненно важные продукты не должна превышать 10-15%. Эта величина зависит от страны или штата, но ограничения есть практически везде, кроме России. У нас цены пишут из головы. Продавец может поставить на ценники любую цифру, но если уж написал, то обязан продавать товар именно по этой цене. Так требует закон. Только продавцы об этом требовании иногда забывают. Это кадры с видеокамер наблюдения в магазине «Карусель». Бьют ни вора, ни преступника и ни пьяного дебошира. Бьют постоянного покупателя. Бьют за то, что он просил продать ему товар по справедливой цене. Даниил Шутко. Профессиональный музыкант. Десять лет преподает гармонию в Петербургской консерватории. Любит классическую музыку. Зарплата преподавателя в консерватории небольшая. Поэтому Даниил Шутко покупал продукты только по скидочной карте. И всегда четко планировал, какую именно сумму может оставить в магазине. Конечно, там всегда происходили какие-то вещи. Там и просроченные были продукты, и какие-то сцены шоу. Но я знаю, на что я иду. В конце концов, это просто удобно. Если быть внимательным, если все внимательно читать, и если даже замечаешь какие-то вещи, обычно они легко там разрешались. Вот он находится возле моего дома, я туда ходил довольно часто. Вечером Даниил Шутко, как обычно, зашел в магазин купить что-нибудь из продуктов. Он положил в тележку молоко, чай, соль, фрукты, картошку, печенье и йогурт. По его подсчетам, все это должно было стоить 1200 рублей. Но кассир пробил чек на 1350 рублей. На кассе мне выдали чек, где были пробиты цены без скидок. И потом одной строчкой указана общая скидка. То есть невозможно по этому чеку было понять, сколько я на самом деле заплатил за каждый товар. Но цена не совпала с той, которую я высчитал. Поэтому я решил выяснить, что сколько стоит. По закону сумма, указанная на ценнике, является окончательной. На языке юристов это называется публичная оферта. Публичная оферта. Предложение, адресованное неопределенному кругу лиц и содержащее все условия договора. Публичной оферты считается реклама товара или услуги в СМИ, вывеска на магазине или ценник на товаре. То есть если магазин сказал, продам за 100 рублей, то уж будь добр, исполняй. Покупателя не должно волновать, что действие скидки закончилось, что ценник не успели поменять или продавец ошибся. В любом случае, магазин имеет право брать с покупателей столько, сколько написано на ценнике, и не копейкой больше. Все вежливо шло. Вот до этого момента, когда я спросил жалобную книгу. И тут охранник тихонько, ласковым таким тоном, говорит, вали отсюда. Вот. Ну, меня это, в общем-то, завело. Я пошел сам к стенду с информацией. Обычно там находится жалобная книга. В общем, все мои права там должны были находиться. Даниил взял со стенда закон о защите прав потребителей и листок с телефонами контролирующих организаций. А в следующую секунду получил удар. На этих кадрах видно, как Даниила избивает человек в черном. За этим спокойно наблюдает человек в форме охранника супермаркета. Удары у меня сначала два раза. Я попытался телефоном его сфотографировать. Ну, не веря, что с камерной видеозаписи это все получится сделать. Он видел, что я беру телефон и добил меня. То я упал и уже на секунду даже потерял сознание. В общем, он победил в этом неравном бою. Охрана в это время ему совершенно не мешала. Они общались с ним, в общем-то, там веселились, что-то шутили, смеялись. А вот охранники магазина держат Даниила, не дают ему убежать. Они вырывают из рук покупателя бумаги, в том числе и тот злополучный чек, из-за которого все и началось. Милиция приехала, они спросили, что произошло, я кратко объяснил, они меня посадили к себе в машину, увезли в отдел, чтобы составить заявление. Ну, по дороге пошутили, что, говорят, хорошо, что не убили. На следующий день после драки в супермаркете Даниил обратился в больницу. Он не мог выйти на работу. Кружилась голова, болело все тело. Врачи поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Лечиться пришлось целый месяц. Первое, вот я обратился 12 ноября, описание вот всех моих жалоб, симптомов, назначенное лечение и диагноз. Зачем это закрытая черепно-мозговая травма. Вот. И второе, то, что я был на больничном месте с 11 ноября до 4 декабря. Администрация магазина так и не извинилась за то, что случилось с Даниилом. По их версии, его избивал не охранник, а случайный прохожий. А за них магазин ответственности не несет. Охранники магазина тоже не обязаны были останавливать драку. У них другие задачи. Они охраняют магазин, а не покупателей. И вообще, по словам сотрудников, Даниил сам нарушал порядок в супермаркете. Поэтому супермаркет тоже подал на него в суд. Я пришел на днях по вызову в мировой суд в нашем районе, близко от того магазина. На чьей территории находится этот магазин. И мне представили эту женщину. Она оказалась тоже сотрудницей службы безопасности. И она заявляет, что я ее толкнул. Этого, конечно, не было. Даниил Шутко преподает в консерватории гармонию. Гармонию же хотелось восстановить и в жизни. Поэтому он написал жалобу в Роспотребнадзор. Просил разобраться, почему ему не дали жалобную книгу и не обеспечили безопасность. Вместе с инспекторами мы пошли в магазин «Карусель» по адресу улицы Германа, 47. Прямо у входа стоит тот самый стол информации, где били Даниил и Шутко. И тут же, прямо при нас, очередной покупатель жаловался, что ценник в зале один, а на чеке совсем другой. Узнать, чем закончилась эта история, нам не удалось. Охрана запретила снимать в магазине и вывела съемочную группу. Никаких комментариев администрация магазина нам не дала. Чиновники Роспотребнадзора были в магазине 4 часа. После проверки они сообщили нам. Никаких нарушений не обнаружено. Да, покупатель жаловался, что никакой информации он не смог получить ни устной, ни в наглядной форме, ни от представителя администрации магазина. Вот. Тем не менее, значит, и книгу отзыва, предложение на стенде в доступной форме. Правда, Даниил и не просил выяснить, в доступном ли месте находится жалобная книга. Он хотел понять, почему магазин завышает цены и в нем избивают покупателей. Не надо снимать. Они лицо его снимают. Не надо его лицо снимать. Все время, пока мы ждали специалистов Роспотребнадзора, за нами наблюдала охрана магазина и даже снимала нас на видеокамеру. Из них в форме был только один человек, остальные в штатском. Если бы кто-то из сотрудников службы безопасности поднял бы на нас руку, доказать, что это был охранник супермаркета, у нас бы не получилось. Точно так же, как и у Даниила Шутко. Вместе с Даниилом мы обратились в общество защиты прав потребителей. Нужно подавать исковое заявление, соответственно, против магазина, о том, что магазин не обеспечил безопасное оказание вам услуги рочной торговли. Значит, к этому заявлению необходимо будет подкрепить все документы, подтверждающие, что вы получили телесные повреждения на территории магазина, и, соответственно, документы, подтверждающие ваши расходы на медицинские услуги либо на, соответственно, лекарства. Если суд признает вину магазина, то Даниилу выплатят компенсацию за моральный вред, а охранников и администрацию супермаркета оштрафуют. Даниил Шутко больше не ходит в этот магазин. Он покупает продукты в маленьком киоске возле своего дома. Пусть там немного дороже, но зато никто не пытается его избить. На самом деле, таких обиживает довольно много в этом магазине. Но у каждого частная история, она, как правило, очень маленькая. Если обманывают цены, то они какие-то там на 20-30 рублей, из-за этого никто и время особо тратить не будет. А на самом деле, если умножить на поток, на общий, то это получается огромный бизнес, прибыльный бизнес. Это часть их бизнеса. И поэтому они на это идут совершенно осознанно. И если вот один такой прецедент будет создан, то, конечно, для них это обернется огромными потерями. Они это понимают, и поэтому защищаются, как я понимаю, всеми мерами, которые только возможны. Мы будем следить за развитием ситуации. Чем закончилась эта история, вы узнаете в одном из следующих фильмов. Если у вас возник конфликт с охраной супермаркета, сразу звоните в милицию на горячую линию Роспотребнадзора. Постарайтесь сохранить чек и найти свидетелей конфликта. Телефон горячей линии обязательно указан на стенде рядом с книгой отзывов и предложений и законом о защите прав потребителей. Неделю назад мы сдали в лабораторию продукты, купленные со скидкой. Результаты готовы. Сейчас вы узнаете, можно ли есть дешевые йогурт, салат и колбасу. В ходе микробиологического исследования было выявлено несоответствие санитарным нормам и правилам пяти образцов из данных доставленных образцов. Пять продуктов из тех, которые мы купили, оказались непригодными для еды. Молочные сосиски и салат мимоза с горбушей просто кишат кишечной палочкой. Могут вызывать различные симптомы. То есть это может быть отравление, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, что-то связанное с таким состоянием человека. По низким ценам продают испорченного цыпленка и молочные сосиски. В них тоже нашли кишечную палочку. А про куриные окорочка эксперты написали. Мясо с сомнительной свежести. То есть пока еще их есть можно, но все же лучше не рисковать. Магазин никогда не торгует себе в убыток. Дешевые продукты на прилавках появляются не просто так. По специальным ценам продают еду, которая вот-вот испортится. Есть себестоимость товара. Он стоит столько, сколько он стоит. И когда остается достаточный срок годности на уровне пяти-десяти процентов, поставщики начинают сливать этот товар. И кто-то, я имею в виду, из ритейлеров принимает решение этот товар взять и поставить по снижению цене. Но гарантии качества, да, то есть он не может дать. Покупать ли такой товар, решайте сами. Но помните, экономить на продуктах опасно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Одежда. На полках не найти дешевых брюк, юбок и пиджаков. Брендовая одежда стоит в несколько раз больше, чем в США и Европе. Джинсы, которые может позволить себе обеспеченный россиянин, в Европе носят бедные студенты. Это магазины известных марок «Левайс», «Кельвин Кляйн», «Диккен Уай» в Нью-Йорке. И точно такие же магазины в Москве. Давайте внимательно посмотрим на ценники. Знаменитые трусы «Кельвин Кляйн». Сами белые, а резинка черная. Московские щеголи носят их так, чтобы торчали из-под джинсов. Вот эти трусы на полке московского магазина. Цена – 1250 рублей. А вот точно такие же в Нью-Йорке. Один доллар девяносто девять центов. В переводе на наши деньги – всего 60 рублей. В двадцать раз дешевле. Марку «Диккен Уай» у нас рекламируют как люксовую. В ЦУМе не найти вещи этого бренда дешевле шести тысяч. Вот белый джемпер на вешалке в московском магазине – 7990 рублей. А это белый фирменный джемпер «Диккен Уай» в Нью-Йорке. Цена – 29 долларов девяносто центов. То есть 900 рублей. В восемь раз дешевле. Джинсы «Левайс». У нас в стране признак достатка. Потому что самая простая и классическая модель в Москве стоит 4400 рублей. В Америке «Левайс» может себе позволить любой студент. Там эти джинсы продаются за 24 доллара девяносто девять центов. То есть за 750 рублей. Почти в шесть раз дешевле. Магазины вроде бы одни и те же. Но разница в цене огромная. Давайте разберемся, почему так происходит. Вот фирменный магазин в Москве. Подходим к стенду с информацией. Читаем лицензию. На самом деле, большинство фирменных магазинов – не прямые представители, а посредники. Они могут назначить любую цену, которую только захотят. Глупо давать совет. Если хотите купить дешевле, езжайте за границу. Далеко не каждый может себе позволить отправиться на шопинг в Европу или на рождественские распродажи в США. Но бороться с произволом магазинов можно. Ильяс Сиддинов. Прайс-стикер. То есть охотник за ценами. Знает, как и где купить товар за его настоящую цену. Английская цена 40 фунтов, ну 39,50. А российская цена почти 4 тысячи. Ильяс так же, как и все мы, ходит по торговым центрам. Только он никогда ничего здесь не покупает. Это мой любимый магазин, но при этом я его никогда ничего не покупал. Потому что знаю, как купить то же самое в два раза дешевле. Здесь Ильяс только меряет одежду, записывает свой размер, а потом покупает эту модель в английском магазине по интернету. Точно такая же куртка, даже по размеру. А ценник в два раза выше. В общем, след заключается в том, что здесь можно выбрать куртку, померить ее, если она подходит по размеру, и заказать. Даже с учетом почтовой пересылки и услуг посредника, который за вас купит вещь, она обходится дешевле на 40-50%. Вот конкретно эти джинсы сейчас одеты на мне. Я их приобрел за 1250 рублей, а здесь они стоят 2,5. Вот ровно в два раза дороже. При этом ничего особенного, конечно. Единственное неудобство заказа по интернету – ждать покупки придется две недели. Есть еще ограничения по стоимости. Ваша посылка не может быть дороже 10 тысяч рублей. Иначе придется платить за растаможку. Сейчас я выбираю себе джинсы, чтобы купить их на лето. То есть заранее, чтобы почту успел доставить мне. Соответственно, нужно выбрать примерно размер, который мне подходит. Переписать артикул обязательно, который находится на ценнике, и померить. Перепишите артикул и размер вещи, которая вам подошла. Найдите зарубежный сайт компании в интернете и сделайте заказ. Оплата производится по кредитной карте. Вам могут прислать вещь в любую точку России. Стоимость одежды не должна быть больше 10 тысяч рублей. Иначе придется платить таможенные пошлины. Последняя цена. Финальная распродажа. Ликвидация коллекции. Несколько раз в год во всех магазинах начинается массовый психоз. В торговых залах толпа людей. Все скупают джинсы, кофты и платья со скидками. Мы уверены, именно в эти дни можно купить вещь за ее настоящую цену. Мы идем в магазин и надеемся сэкономить. Если есть такая возможность, я вижу, что распродажи обязательно зайду посмотреть. Психологи и экономисты утверждают обратное. По статистике, в сезон распродаж люди тратят на 80% больше, чем обычно. А цены падают не так сильно, как это обещано в рекламе. Это один из крупнейших торговых центров Москвы. Почти в каждой витрине висят плакаты. Скидки 30, 50 и даже 70%. Заходим в первый попавшийся магазин. Здесь торгуют нижним бельем. На стойке написано «Супер цена от 100 рублей». Но в коробке под стойкой нет ни одной вещи за 100 рублей. Продавщица не нашла в своем магазине ни одного товара дешевле 250 рублей. Получается, что надпись «От 100 рублей» придумана просто для того, чтобы мы зашли в магазин. Соседний отдел. Эту куртку продают со скидкой 90% за 249 рублей. Действительно дешево. Смотрим на ценник повнимательнее. Вот дата изготовления вещи. 2006 год. То есть это куртка из коллекции 4-х летней давности. Она 4 года пылилась на складе. В Европе такие вещи утилизируют. У нас продают на распродаже. Слова распродажа и скидка действуют на нас гипнотически. Это психология. Всегда хочется сэкономить и купить дешевле. Мало кто задумывается о том, что скидка на самом деле не такая уж большая. А эти брюки за полную цену он бы ни за что не купил. Антон Суворов, преподаватель экономики, изучает поведение продавцов и покупателей. Знает все уловки, с помощью которых покупателей заманивают в магазин. Банальный знак распродажи на самом деле на удивление эффективен. Многие исследования показывают, что если просто повесить знак распродажи, то гораздо больше людей будет заходить в магазин. Проведем эксперимент. Суббота. 5 часов вечера. Магазин одежды известной марки в одном из торговых центров. Обычно на это время приходится пик продаж. На витрине лежат джинсы за 1590 рублей. Кофточка за 790, куртка за 3190. Ажиотажа явно не наблюдается. Большинство посетителей в этот отдел даже не заглядывают. Просто проходят мимо. За целый час удалось продать только одну кофту. А сейчас вы увидите, что произойдет, если на магазине будет написано слово распродажа. Продавцы разворачивают в витринах плакаты и баннеры. Клеят на вещи новые красивые ценники. Цифры на них остаются те же самые. Джинсы по-прежнему стоят 1590 рублей. Только теперь на этикетке написано, что раньше они стоили на полторы тысячи дороже. Женская кофточка так и стоит 790. Но ценник новый. Перечеркнута старая цена. 1490. А снизу написано 790. С курткой точно такая же история. Через 15 минут мы открываем двери магазина. Сразу же, как по волшебству, в магазине появляются покупатели. Через несколько минут у прилавков собирается толпа. Вот посмотрите, один и тот же магазин в один и тот же день с разницей в один час. За полчаса было продано 10 вещей на сумму 19 с половиной тысяч рублей. За предыдущий час магазин заработал всего 790 рублей. Для того, чтобы увеличить продажи, достаточно повесить красивые ценники и баннеры. Снижать цены совсем не обязательно. Почти так же нас обманывают и на обычных распродажах. Предлагают телевизор за полцены или утюг в подарок каждому покупателю. Но на кассе вы узнаете, что скидка будет не на эту, а на следующую покупку. А подарки на сегодня уже закончились. Вот это основной, собственно, рекламный вид. Дарим 50% от стоимости и указан, например, вот телевизор с ценой. 50% в подарок. Это было написано в рекламе. Но на деле все оказалось немного сложнее. Подарок дарят только при следующей покупке. Его цена должна быть меньше 20% стоимости всего, что вы купите. Понятно? Тогда еще раз. Вы купили телевизор за 20 тысяч и получили купон на 10. Пришли в следующий раз и набрали 5 товаров на 50 тысяч. И вот на один из этих товаров вам сделают скидку в половину цены. Так тоже непонятно? В этом вы не одиноки. Нашлось несколько принципиальных граждан, которые, увидев такую несправедливость в магазине, они написали заявление с требованием продать им указанный в рекламе товар со скидкой 50% от стоимости. Ну, на что, естественно, получили ответ. О том, что условия акции этого не предполагают, вы неправильно нас поняли, и на самом деле надо было читать вот этот мелкий шрифт. Эти мелкие буквы мало кто читает. Все обращают внимание только на крупную надпись «Подарок 50%». По мнению юристов, такие обещания – заведомый обман. За эту рекламную акцию Московское общество защиты прав потребителей подало в суд на эту торговую сеть. Не верьте большим и ярким вывескам, над которыми напечатана вот такая звездочка. Читайте мелкий шрифт сноски. Там написаны настоящие условия акции. Предложение строго ограничено. Это еще одна уловка продавцов. Эти кадры сняты в магазине бытовой техники. Люди бегут, чтобы успеть купить телефон за полцены, а сотрудники магазина смеются над покупателями и снимают их на мобильный. Со скидкой продают всего 100 телефонов. Как правило, к началу акции треть из них уже куплено родственниками и знакомыми продавцов. А это – акция в магазине другой торговой сети. Люди дерутся из-за ноутбуков. Их было всего 250 штук, а покупателей пришло в несколько раз больше. Ноутбук за 9 990 рублей. Такие цены магазин обещал в своей рекламе. Но как только продавцы увидели огромную толпу, они тут же решили поднять цену и устроили аукцион. Роб, сейчас люди подходят с чеками, отдавайте ноутбуки. А где чеки брать? А где чеки брать? А где чеки? 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 Ноутбук достанется тому, кто купит его не за 9 900, а за 13 000. Вот тут-то и началась драка. Если реклама обещает низкую цену, позвоните в магазин и уточните, сколько именно товаров будет продано со скидкой. 250 ноутбуков или 100 телефонов за полцены достанутся только тем, у кого хватит терпения занять очередь еще ночью или тем, у кого окажутся самые большие кулаки. При таких условиях магазин получит свою выгоду от ажиотажа, а вы уйдете ни с чем. Иногда кажется, что магазин считает покупателей людьми второго сорта. Некоторые акции напоминают сеанс магии, который Воланд устроил в Ариете. Но дело тут не только в продавцах. Мы, покупатели, тоже готовы на все ради скидки. Это кадры распродажи в супермаркете в Коломне. Условия акций просты. Приходите в магазин в нижнем белье и бесплатно берите все, что уместится в руках. Эти кадры Максим с гордостью демонстрирует друзьям и знакомым. На них видно, как он в одних трусах стоит в очереди в кассу. По его мнению, раздеться за еду совсем не стыдно. Но если мне предложили раздеться за килограмм колбасы, за пельмени, за хлеб и всяких других вкусных вещей, я смогу сейчас спокойно раздеться и пройти по магазину. На распродаже продавцы в буквальном смысле слова делают, что хотят. Ведь в магазине мы играем по их правилам. Эту юбку Лариса купила на сезонной распродаже. Надела ее всего один раз. Потом юбка разошлась по швам. Шов разошелся впереди. Дальше полезли нитки. То есть ходить, ну, как бы вот в этом, ходить, ну, просто невозможно. Это стыдно. Лариса решила сдать бракованную юбку в магазин. У нее сохранился чек. С момента покупки прошло всего несколько дней. Смущало только одно. Вещь куплена на распродаже. Месяц назад Лариса уже попадала в такую ситуацию. Она купила себе шорты со скидкой. Надела их на следующий день, а вечером от них оторвалась цепочка. Лариса понесла шорты обратно в магазин. Но продавец отказался обменять товар. Вещи, купленные на распродаже, обмену и возврату не подлежат. Я, может быть, думаю, конечно, возможно, мне скажут в магазине, что вот этот вот шов, типа я ходила и, ну, ногой сама как-то дернулась и, пожалуйста, порвала. Я допускаю. Но здесь разошлись все нитки. Впереди вот прям по шву. По закону о защите прав потребителей магазин обязан принять обратно некачественную вещь. Совершенно неважно, со скидкой ее купили или нет. Только продавцы об этом правиле часто забывают. Поэтому мы пошли в магазин вместе с Ларисой. Возможно, в присутствии корреспондентов продавцы будут менее забывчивыми. И что, вы мне хотите сказать, что вот это вот я сделала сама? Не, ну, а каким образом это могло бы сделать? Каким образом я могла вот это сделать? Ну, я не знаю, одежда, но я вам показываю кучу. У вас, честно, написано 30 дней гарантий. Я вам приношу, прошло 11 дней. Все разошлось. Вот здесь все разошлось. Вот здесь кругом все торчит. Все вот эти швы разошлись. И вы мне говорите, что это не гарантийный ключ. Вот это вот как вот это могло разойти? Вот я хочу вас спросить. Вот это вот как могло разойти? Вот, вот. Я вот так вот. Хорошо, мы можем с вашим руководством поговорить? Мы потребовали жалобную книгу и пообещали сообщить обо всем руководству. После этого Ларисе без вопросов вернули деньги за юбку. Причем она получила на руки даже больше, чем рассчитывала. Распродажа закончилась, и юбка, которая стоила 700 рублей, стала продаваться за 1100. Ларисе вернули полную сумму без учета скидки. Еще один пример магазинной уловки. На этом платье висит этикетка. Скидка 70%. Попробуем посчитать, так ли это на самом деле. На ценнике указана старая цена. 8460 рублей. Отнимаем от этой цифры 70%. Получается 2538. Но нам предлагают купить это платье за 2960 рублей. То есть со скидкой 65%. То есть с нас возьмут лишних 400 рублей. Мало кто из покупателей пойдет в магазин с калькулятором и будет пересчитывать проценты. На это и делают ставку магазины. Подумаешь, каких-то 5%. Но по закону продавец обязан продать это платье с настоящей 70% скидкой. Поэтому мы оставили запись в книге отзывов и предложений. А на следующий день снова отправились в магазин. Мы приняли вашу заявку во внимание и готовы продать данную вещь именно с заявленной скидкой. То есть платье стоило у нас 8460. И мы 70% скидка, она будет стоить 2538. Администрация как бы рассмотрела, и мы приносим свои извинения. Помните, что на распродаже вам должны продать товар с заявленной скидкой. Это называется публичная оферта. Если на ценнике написана скидка 70%, значит она должна быть именно 70%. А не 60, не 65 и даже не 68. Если продавец отказывается продавать товар за эту цену, пишите об этом в книгу отзывов и предложений. Максимальная торговая наценка или конкуренция. Только эти два механизма могут регулировать цены на товары. В Европе есть такой показатель, как количество магазинов на душу населения. Даже в Москве он примерно в 10 раз ниже, чем в любой европейской столице. В провинции магазинов еще меньше. В маленьких городах может быть всего один магазин бытовой химии или компьютерной техники. Конкурировать ему не с кем. Поэтому цены зависят только от совести владельца. А этот показатель никаким законом пока не регулируется. Здесь был компьютерный сервис. Сейчас, конечно, многое уже изменилось. То есть все в некоторой разрухе находится. В этих коридорах до сих пор пахнет гарью. Полтора года назад этот магазин компьютерной техники сгорел дотла. На пожаре погибли два человека. Продавец Игорь Никифоров и его друг Олег Колотушкин. Продавщицу Анну Кривощапову с сильными ожогами доставили в больницу. Мальчики выйти не смогли, а я не в буквальном смысле, а просто бы повезла оттуда. Мне просто повезло. Причина поджога – происки конкурентов. Это была первая версия следователей. В сгоревшем магазине были низкие цены. Ценовые войны. Это не просто конфликт между конкурентами. Цены касаются каждого покупателя. Цена может стать вопросом жизни и смерти. В начале 2000-х в городе появился первый магазин компьютерной техники – Антарес. Его хозяин, Алексей Волкодаев, установил на весь товар огромные наценки. Но компьютеры и телефоны в Антаресе все равно покупали. У жителей просто не было выбора. Ведь такой магазин в городе один. Но в 2004-м у Антареса появился конкурент. Хозяин магазина «Диалект» Дмитрий Шикин продавал все то же самое, только на 20% дешевле. Например, вот эти DVD-диски в магазине Волкодаева продавались за 20 рублей. У Шикина они стоили 15 рублей. Чтобы привлечь клиентов, это основной самый убойный аргумент – это цены. Конечно, мы старались держать цены достаточно низкими, чтобы это при этом оставалось рентабельным для нас. Мы окупали свою работу, но при этом это оставалось доступным клиентам. 22 июля 2005 года магазин «Диалект» подожгли в первый раз. Двое неизвестных закидали окна магазина бутылками с зажигательной смесью. Продавцы успели эвакуироваться, пожар быстро потушили. Кем именно были эти неизвестные, установить не удалось. Подозрения возникли, но так как доказательств никаких не было, оснований. Поэтому мы склонились к версии того, что это все-таки чья-то хулиганская выходка. Разборки между конкурентами в первую очередь сказываются на нас, потребителях. После пожара в городе остался только один магазин Волкодаева. И там сразу подскочили цены. Но Шикин сделал ремонт и снова открыл магазин. На этом история не закончилась. Второй пожар случился в 2006-м, третий – в 2008-м. Одна банка была брошена сюда. Здесь находились ребята погибшие. Вторая банка прямо по коридору в сторону пожарного выхода. В огне погибло два человека, а это уже убийство. Поэтому за расследование взялась областная прокуратура. Следователи стали искать, кому это выгодно. Было понятно – погибший продавец и покупатель – просто случайные жертвы. Главной цель поджигателей – владелец магазина Дмитрий Шикин. И только тогда, когда гром грянет, тогда они после этого начинают что-то предпринимать, что-то делать. Хотя здесь прослеживалось, что это выгодно только Волкодаеву. К сожалению, прямых улик собрано не было. Но если бы лучше поработали, найти было можно. Заказчик поджога – владелец магазина «Антарес» Алексей Волкодаев. Он хотел вывести из игры конкурента, который продавал компьютеры по низким ценам. Преступление раскрыто, мотив понятен. Но его судили только за порчу чужого имущества. Я как государственный обвинитель настаивал на наказание Волкодаеву в виде лишения свободы сроком на 9 лет. С отбыванием в колонии общего режима. Однако суд назначил ему 4 года лишения свободы, с чем я не согласился, и подготовил кассационное представление. Поскольку полагаю, что Волкодаев действовал с целью устранения конкурента Шикина с рынка по торговле компьютерами, ну и другой техникой. Статья 178. Недобросовестная конкуренция. По ней Волкодаева могли бы посадить надолго. Но прокуратуре не удалось доказать, что мотивом преступления была именно разница в ценах. Мало того, если бы в огне не погибли люди, не было бы никакого уголовного дела. Об этой ценовой войне мы бы просто не узнали. Вот магазин «Антарис», принадлежащий Волкодаеву. Сейчас он закрыт. А это отдел компьютерных товаров в торговом центре, который принадлежит семье осужденного предпринимателя. Он продолжает работать. Мы зашли сюда вместе с Дмитрием Шикиным. Выкладка немножко другая, но сути не меняет. В принципе, наценка здесь, то есть я вижу даже сейчас, наценка выше. Магазин Дмитрия Шикина сейчас закрыт. После третьего поджога и гибели людей предприниматель уже не смог восстановить свой бизнес. Теперь дешевого компьютерного магазина в Отрадном больше нет. Магазин Волкодаева работает. Здесь много покупателей. У них теперь нет выбора. Мы хотим купить хорошие продукты дешево, а магазин хочет получить прибыль. У продавцов и покупателей просто разные цели. Это как игра. И чтобы в ней победить, надо хорошо изучить ее правила. Не покупайте еду со скидкой. Это может быть опасно для здоровья. Помните, магазин обязан вам продать товар за ту сумму, которая указана на ценнике. Это называется публичная оферта. Если вы собрались купить что-то по акции, внимательно изучите условия, особенно мелкий шрифт. Помните, что вы имеете право вернуть в магазин бракованную вещь, даже если она куплена на распродаже. Если у вас произошел конфликт с продавцами или ваши права нарушили, пишите об этом в книгу отзывов и предложений. Чем больше покупателей будут отстаивать свои права, тем меньше будет нечестных продавцов. Во многих странах магазинные хитрости и уловки давно ушли в прошлое. И совсем не потому, что продавцы там не хотят нажиться на потребителях. Просто они знают – обманывать себе дороже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова